Я решил выбрать Хайка и Срафы, хотя это был эпизод среди больших дискуссий 30-х годов, но так получилось, что в русскоязычном мире о нем практически никто ничего не писал, и мы даже не представляем иногда, во что это выливалось в 30-е и какое значение имело с точки зрения дальнейшей экономической политики. А это продолжает быть актуальным до сегодня, потому что манипулирование процентными ставками, а дискуссия шла именно о естественной процентной ставке между Хайком и Срафой, Так вот, манипулирование привело в итоге к тому, что сначала эти процентные ставки приблизились к нулевым, сегодня уже 5 лет ряд европейских и японских центральных банков используют отрицательные ставки в качестве инструментов монетарного регулирования, абсолютно не представляя на самом-то деле теорию, что есть процентная ставка. Вот поэтому дискуссия Хайка и Срафы. Немножечко совершенно про то, что из себя представляли два дискуссанта к моменту дискуссии, то есть к 1931 году. Геро Срафа на год старше Хайка, он родился в семье профессорской, отец Анджела Срафа, профессор коммерческого права в Турине был, закончил Туринский университет, после этого учебный год провел в London School of Economics, вернулся назад в Италию, поработал директором департамента труда, в Милане после этого предложили ему читать лекции в двух университетах, во втором через полгода предложили профессорское звание, профессорскую ставку, и в Перудже и Кальяре он до 1927 года работал, после этого до конца жизни он работал в Кембридже. Сначала читал лекции, после этого он работал в библиотеке, и работа была посвящена подготовке большого издания трудов Рикардо Многотомника, после этого написал свою книгу, но об этом чуть позже. К моменту начала дискуссии у него было две статьи в английских журналах, достаточно теоретических статей, о которых можно говорить. Одна – это законы убывающей отдачи в условиях совершенной конкуренции, опубликованная в Economic Journal, вторая – о коррекции Рикардо, такая совершенно тоже небольшая работа, и все, больше ничего. На этом фоне Хаек, который на год младше, попавший в 18 на австро-итальянский фронт, срафо-итальянец, закончивший Венский университет, доктор права, доктор экономики, как Павел уже говорил, съездивший на стажировку в США и пообщавшимся, а тогда это было редко, то есть пообщаться в чужой среде было чрезвычайно редко, получить дополнительные какие-то знания, что творилось в американской экономической науке, ему благодаря этой стажировке удалось. Директор Института исследования конъюнктуры, приват-доцент Венского университета, после этого Робинс перетаскивает его, переманивает в Лондонскую школу экономики, и с 1931 года он профессор. На момент дискуссии, уже вышедшая на немецком работа, которая в 1933 выйдет на английском, монетарная теория и бизнес-циклы, и в 1931 году на основе своих четырех лекций в Лондонской школе экономики издаются цены и производство. То есть книга, вокруг которой начинаются дискуссии. Ну и над всем этим висит тень еще одного человека, который был редактор Economic Journal, и свою первую статью с Рафа о банковском кризисе в Италии, как раз напечатал в Economic Journal, который был еще редактором в Manchester Guardian Commercial, и свою вторую статью «Итальянские банки сегодня» с Рафа тоже напечатал в этом журнале приложении. Ну а когда в 1926 году он перевел на итальянский трактат о денежной реформе, он был приглашен читать лекции в Кембридж профессором Кембриджа Джоном Мейдартом Кейнса. И тень висит сверху. И в принципе все дебаты Хаека и Срафы – это эпизод в более большой дискуссии Кейнса и Хаека, а еще шире Кембриджа и Лондонской школы экономики, которые по-разному видели варианты экономической политики в период уже начавшейся Великой депрессии. Очень коротко по дискуссии Кейнс-Хаек. Кейнс опубликовал трактат о деньгах, Хаек написал свой обзор работы, написал в двух частях, первую часть опубликовал в августе 1931 года, раскритиковал трактат о деньгах, абсолютно негодное определение сбережения инвестиций, указал на это, указал на то, что теория Кейнса не соответствовала длинному периоду, то есть все его предложения в длинном периоде могли привести только к спирали цена-зарплата и к витку цены ничего не решали. Ну и самое, наверное, обидное для Кейнса – он задел его с точки зрения тех оснований, которые Кейнс использовал. Он говорит, что Джон Мейнер взял только часть из теории Викселя, напрочь игнорируя вторую часть. А учитывая, что сам Кейнс совершенно незадолго до этого сказал, мой английский, когда я в 1914 рецензировал Мизисовскую теорию денег и федуциарных средств обращения, был таким, что я понимал по-немецки только то, что уже знал раньше. И вот этот упрек – а Виксель писал по-немецки. И вот этот упрек – ты взял у Викселя только одно, не взяв другое. Некоторые исследователи называют, что Кейнс считал, что это вот как школьника. Хайк его этим замечанием задел. Не дожидаясь второй части обзора, в ноябре 1931-го Кейнс публикует ответ, «Нет, чистая теория денег, ответ к доктору Хайку». Хайк не понял мою теорию. «Ну, объясняй». «Да, у меня нет теории капитала, это был главный упрек, но ее вообще никто не разработал». «Ну, откройте Бюмбаверка, откройте Феттера на тот момент, откройте Фишера Ирвинга. У всех была теория капитала. Либо предложите свою». И в ответ Кейнс начал атаку на ценные производства, причем в абсолютно непозволительных тонах с точки зрения тактичности. Эта работа – это свидетельство того, как начальная ошибка хорошего логика приводит к логичному заключению, то бишь в бедла. Хайк был возмущен. Об этом тоже все знали. И тогда же в ноябре начинается личная переписка в предельно уважительных тонах. Кейнс спрашивает, Хайк разъясняет. Хайк говорит, что я удовлетворен ответом, я теперь понял. Вторая часть обзора в феврале 1932 года, Хайковская, она была гораздо мягче, чем первая. И в письме Кейнс пишет ему, «Я делаю шаг назад для развития центральной позиции своей теории». То есть фактически признаю, работа 1930 года не очень хорошая, в общей теории действительно он многое переделал, ушел от вынужденных сбережений, перешел просто к стимулированию совокупного спроса. Действительно сделал многое, изменил. Но это то, что было в частной переписке. А на люди Кейнс ищет того, кто может пойти во вторую атаку. И выбор падает на Срафу. Во-первых, потому что, в отличие от британских экономистов, Срафа знал Викселя, Срафа знал Бембаверка. Он это учил. Ну, возможно, было еще что-то. Да, я называю вот эту часть вообще Хайка и Срафа, дискуссия не два, не полтора. То есть ее действительно невозможно понять, не вникнув. Ну, а выводы потом сделайте сами. В 32-м году, в марте, в Economic Journal, где Кейнс, редактор, Срафа печатает статью доктора Хайек о деньгах и капитале. Хайек написал возражение в следующем же номере в июне. И после этого была еще в ноябре в следующем номере реплика, буквально реплика на две странички от Срафы. Вся дискуссия имела пять направлений атаки, о них ниже я поговорю. Первым на эту дискуссию обратил внимание Людвиг Лахман в статье, по-моему, 81-го года, 1981-го года. Назвал он ее Austrian Economics Under the Fire, дуэль Хайека и Срафы в ретроспективе. Лахман отмечал необычайную свирепость атаки Срафы. У Кейнса атака была мягче. Почему? Да потому что он себя позиционировал позже, как неорикордианец, а тогда, когда он возражал Хайеку, у него только просачивались его идеи в сноске на одной из страниц. Доктор Хайек, который проповедует достижение субъективного метода, на самом деле ничего не давшего. То есть Срафа возвращает, давайте вернемся к трудовой теории ценности. Давайте вернемся во времена Рикарда. При этом сам Срафа абсолютно нигде тогда еще не пишет о основаниях своего подхода. Более того, на прямой вопрос Хайека, почему же Срафа не заявит о своем подходе, Срафа ничего не отвечает. Срафа не позволяет себя вовлечь в дискуссию и втянуть. Он точно так после этого вел себя после издания своей книги, он издал ее в 61-м году и до конца жизни, до 83-го, то есть 22 года, он ни разу не ответил ни одному комментатору. Почему он не ответил тогда, предложу свою версию. Он неорикардианец. Он не может пройти мимо отсутствия теории капитала у Кейнса. Потому что у Рикарда теория капитала – это концепт. А у Кейнса ее нету. И тогда получается, что ты должен ругать Кейнса не меньше, чем ругаешь Хайека. Но это одна из версий. О дискуссии на русском языке чуть-чуть есть в трехтомнике Евгения Михайловича Майбурда. Он с юмором называет то, что было вокруг Кейнса, драм-кружком. Вокруг Кейнса действительно был кружок тех, кто слушал его идеи. Такой узкий круг лиц, которые это слушали. И поэтому «Атаку и ответ» я написал в виде пьесы. «Атака с Рафа-1». С Рафа провокационна. Хайек не проводит различия между бартерной и денежной экономикой. Деньги для него – исключительно средства обмена. Его теория основана на стандартной количественной теории, когда отрицаются все эффекты влияния количества денег на уровень цен. На самом деле, вся первая лекция из четырех в ценах и производстве посвящена анализу теорий влияния денег на цены. Кроме того, да, действительно, Хайек считает деньги не долгами и не соглашением о будущих зарплатах твердым, а просто средством обмена, но при этом межвременного обмена. Ну и, наконец, Хайек действительно призывает отказаться от концепции общего уровня цен в пользу рассмотрения влияния изменения относительных цен на производство. Реакция Хайека на первую часть атаки – игнор. Это недоразумение, а не критика. Он вообще ее мимо, вот просто, не реагирует. Второе направление атаки – Срафа ровно вслед за Кейнсом с недоумением. Допущение о равенстве сбережения инвестиций – это абсурд, потому что эти два компонента делаются разными классами, домашними хозяйствами и предпринимателями. Хайек уверенно, но с не меньшим недоумением. Разве потребитель, не будучи предпринимателем, не определяет своим решением об объеме сбережений пропорцию между спросом на потребительские и инвестиционные товары? Именно домашнее хозяйство, не становясь предпринимателями, но отдавая предпринимателям деньги в долг, и определяет размер спроса последних на капитал. Очень аргументированно. Третье направление атаки – Срафа с невинностью на лице, как говорят в Одессе. А что это еще за идея с мал инвестмент? Что это такое? Что это за выдумка совершенно неверная, что в момент кризиса теряется часть общественного капитала? Она никуда не теряется, просто один класс грабит другой класс на эту сумму, но сам капитал остается в своих размерах одинаков. Со зреющим внутренним возмущением Хайек отвечает. В физическом выражении, конечно, капитал не меняется, но нас не интересует физическое выражение, мы же экономисты. В финансовом смысле, безусловно, общественный капитал уничтожается. Какой смысл во владении капиталом, если ты не можешь продать то, что изготовлено на этих станках? И в конце хорошим упреком. Неужто Срафа не знаком с тем, что стоимость капитала снижается при росте других издержек производства? Четвертое направление. Тут уже Срафа с уверенностью, потому что он на этом стоит. Да, можно понять на самом-то деле, почему Срафа так относится к неделимости капитала. Капитал гомогенин в рекордианской традиции, а разум гомогенин, его можно просто из одной отрасли перебросить в другую. У Хайека капитал – это гомогенный фонд с точки зрения финансовой, но представленный в виде конкретных капитальных благ и нужно предпринимательское творчество для того, чтобы предприниматель в следующем периоде просто нашел и приспособил те физические виды капитала к новому спросу на готовые изделия и правильно распределил все это по отраслям. То есть совершенно все понятно, совершенно логично до сих пор. И еще четвертое направление отбито совершенно здорово. Срафа с уверенностью говорит, равновесные цены определяются исключительно издержками долгосрочными. То есть рекордианская традиция, то есть цитата тут приведена, которая это доказывает, если по каким-либо причинам предложения и спрос на товары не находятся в равновесии, то есть превышают или находятся ниже издержек их производства. И совершенно логично, восстановление равновесия идет через не ценовое приспособление у Срафы, а через изменение объема производства. Хаек в надежде быть понятым. Равновесие – это динамическое совпадение планов хозяйственных субъектов. Надо ввести в анализ ожидания. И вот здесь Хаек останавливается. Он не вводит ожидания. Потому что если бы он ввел субъективизм ожиданий, который он понимал абсолютно точно, то он бы пришел к идее Шекла и Лахмана к калейдоскопическому обществу, когда равновесия просто не может быть, но он бы остался непонятым, потому что вся британская традиция основывалась на идее равновесия. И поэтому он оставляет концепцию равновесия и возникает какая-то связь между идеями Хаека и равновесием, а все его понимали тогда как равновесие по Паретто либо по Вальрасу. Действительно, спрос предложения – равновесная цена. Межвременная ценность потребления – равновесная ставка, равновесная структура производства. Наконец, пятое направление. Оно оказалось самым серьезным. Срафа бьет по понятию естественная ставка процента. Он говорит, у Хаека вся концепция бизнес-цикла построена на том, что фактическая процентная ставка отклоняется от естественной процентной ставки. На самом деле, такое расхождение естественных и фактических ставок может быть характерно не только для денежной экономики, но и для бартерной экономики. В один и тот же момент времени, говорит Срафа, может существовать множество естественных процентных ставок, которые выражены в конкретных товарах. В этих товарах осуществляется заимствование. И только одна из этих ставок будет соответствовать условиям равновесия, все остальные, они естественные, но не соответствуют. А функцию банков, которые произвольно меняют количество денег, может выполнить погода, которая произвольно поменяет объем производства, например, зерна, в котором делаются заимствования. В статичном состоянии уникальная естественная равновесная ставка возможна, но любое расширение устраняет равновесие, а это рушит всю логику хайковского цикла. Как бы вы ответили на такое возражение? У меня сразу пять направлений в голове. Первое. Какая бартерная экономика? О чем вы, господин Срафа, где вокруг бартерная экономика? Ее нет. Во-вторых, а что вы понимаете под процентом? А что вы понимаете под естественной ставкой? Natural economy, как натуральное хозяйство, да, но natural interest rate это совсем не бартерная процентная ставка. С чего вы взяли, что равновесная естественная ставка по товарам одно и то же? Наконец, а что источник процента? И если посмотреть, то у Срафа есть ответы на эти вопросы. Он рассматривает ставку процента как превращение во времени физически однородных благ в реальном исчислении. И говорит, в равновесии спот и форвардные цены на все товары будут совпадать. И все естественные или товарные, я специально выделил, ставки будут равняться денежной. Если же равновесие спроса предложения на рынке какого-то товара нарушено, то форвардные и спот цены будут расходиться, и естественная ставка по этому товару будет отличаться от других. Из этой цитаты мы видим, что он действительно отождествляет товарные ставки с естественными, и он противоспоставляет натуральные ставки денежной ставке. Он действительно говорит про natural как бартерное, не денежное, от natural economy. Хаек, есть у меня такая идея давняя, он предпочитает изящность однозначности. Он должен был сказать, с Рафа вообще не понял ни Викселя, ни меня. Точно так он скажет, что работы социалистов поздние, до Баланги, они, он не напишет, что это вообще не социализм, он скажет, они настолько оригинальны, что в них мало чего осталось от социалистической, и поймут ли сами социалисты, что это их. В действительности Хаек ответил так, в описанной с Рафой бартерной экономики, действительно, в описанной им, действительно, возможно, множество и берет в кавычки естественных ставок. Наверняка, чтобы показать, что подход к естественности у Срафы другой. И при этом, не одна из них будет удовлетворять равновесием, а все они будут определять, будут равновесными для соответствующих товаров. И взаимодействие между этими ставками настолько сложно, что выходит за рамки возможной, возможного ответа на критику. Срафа воспользовался и в реплике с иронией сказал, да, Хаек согласился с возможностью существования множества ставок, и тогда монетарная политика должна быть направлена на достижение равенства денежной ставки процента всем расходящимся естественным ставкам. Ну, а это невозможно. Совершенно понятно. И включив пиар, естественно, киньсианцы показали, все, Хаек здесь не ответил, Срафа выиграл дискуссию. Давайте внимательно посмотрим. Да, Лахман считает это фатальной уступкой. То есть, вот такой ответ и пытается интерпретировать и ровно в русле вот такой же интерпретации ответа Хаека современные даже посткинсианцы трактуют его ответ некоторые. Все, что хотел сказать Хаек, это то, что никакого долгосрочного расхождения быть не может. Оно не может длиться долго. Возникает товарный арбитраж, но при конкуренции это было движение всех этих разных натуральных ставок по товарам все равно бы двигалось к единой какой-то естественной ставке. Но такая ставка она бы не соответствовала ни равновесию в понимании Хаека как долгосрочным планам, ни даже равновесию в понимании Срафы как равенству и сдержкам. Но Хаек ведь вообще не противопоставляет бартерную денежную экономику. Если посмотреть цены и производства, он говорит, когда вводят определение, по Викселю равновесная ставка процента. Это такая ставка, которая ограничивает спрос на реальный капитал количеством сбережений и обеспечивает стабильность уровня цен. Ну нету в бартерной экономике понятия общий уровень цен. Нету по определению. Он продолжает. И вот здесь обратите внимание на формулировки, они будут иметь значение. Если бы не существовало возмущений, вызванных существованием денег, то процентная ставка всегда бы уравновешивала спрос и предложение сбережений. Эту равновесную ставку, как я предпочитаю ее называть, Виксель окрестил естественной, но в использующей деньги экономики фактическая ставка процента, по-немецки Geldsens, может отличаться от равновесной, поскольку спрос на капитал и его предложение реализуется не в вещественной форме, а дальше я читаю залпом, чтобы понять Хайека, а в форме денег, количество которых может быть произвольно изменено. Нету противопоставления вещественной формы и денежной. Он противопоставляет вещественную форму денег, в форме денег, количество которых может быть изменено. Почему все-таки дальнейшие исследователи восприняли Бартер как теоретическую рамку Хайековского анализа? Во-первых, из-за вот этой неточности. Мне представляется, что если бы он написал, что в форме кредитных бумажных денег это осуществляется, то это бы четче разрешило проблему. Ну а вторая ошибка, она изначальная, она кроется в том, что Хайек выбрал методику подачи сначала равновесия, а потом отклонения от него. И вот эта идея вальрасовского равновесия сыграла злую шутку, потому что в рамках концепции вальраса равновесие бартерное, потом набрасываются деньги, получается вуаль, получается общий уровень царь. Вот, это вторая такая концептуальная ошибка, которая привела к восприятию Хайека проигравшим. Выводы, ну выводы очевидные для современной школы. Всегда нужен поиск соратников. Если есть возможность бороться против того, что мы считаем неверным, и есть другая школа, которая тоже считает это неверным, то можно совершенно находить общее основание для критики. Во-вторых, нужна однозначность ответов, и нужно кропотливое разъяснение и реагирование на все то, с чем мы не согласны, потому что иногда читаешь, просто машешь рукой, все равно не поймут, а это складывает мнение. Ну и нужный пиар. Почему бесплодная победа после работы Хайека с Рафа, как редактор, издал 10 томов Рикарда и написал одну книгу? Хайек, почему плодотворное поражение? Хайек написал очень много после этого. Красным выделена одна работа, которая чисто экономическая, то есть совершенно в рамках бизнес-цикла. Это чистая теория капитала. Все остальное уже на смеси. Спасибо. Один вопрос есть. Время для одного вопроса, короткого. Ну, давайте полторы-две минуты. Я только... Я не уверен, что из того изложения, которое здесь прозвучало, люди, не включенные в этот материал, особенно поняли, о чем идет речь, о каких ставках вообще шла речь в этой полемике. Значит, сначала несколько таких, ну, чисто истериографических, как бы, ну, приятных моментов. Самуэльсон, когда вспоминал об этой дискуссии, он сказал, и тогда Кейнс выпустил на Хайека своего бульдога, сторожевого пса с Рафу. Да, прямо вот в таких выражениях. Значит, дальше. Почему Лахман считал это абсолютно фатальным для Хайека? Потому что после того, как Хайек признал множественность ставок процента в условиях бартерной экономики, всеми, не только кинсианцами, всеми экономистами того времени, это было воспринято как теоретическое поражение Хайека. Лахман говорил, когда я пришел в ЛСЕ, все были хайекенцами. В конце 30-х годов в Лондонской школе экономики было два хайекенца, я и сам Хайек. И он это связывал как раз с поражением Хайека в этом споре, ну не с поражением, а с признанием Хайеком множественности ставок процента в условиях бартерной экономики. Вообще понять, о чем писали и как друг другу аргументировали Хайек и с Рафа, вообще без пол-литра невозможно. Думаю, что и современники их не очень понимали, о чем идет речь, и они друг друга тоже, видимо, не очень-то друг друга понимали. Но, как бы, главная атака с Рафой была направлена на утверждение Хайека о том, что... Ну, смотрите, смотрите, значит, тогда люди останутся без знания. Это, как бы, вы смотрите, я хоть час готов прекратить разговор. Значит, у Хайека было в ценах и производстве утверждение, естественной ставкой процента, я называю ту ставку процента, которая наблюдалась бы в бартерной экономике, где не было бы денег. Нет. Единственная ставка процента, одна единственная, в бартерной экономике. И он утверждал, что ее не существует. И Хайек, по крайней мере, на словах, с ним согласился, и это имело фатальные последствия для репутации Хайека как теоретика. После этого к Хайеку перестали относиться с тем почтением и уважением, с которым к нему относились до этого. При этом, почему это путанная вся дискуссия? Потому что оба автора, помимо этого, использовали термины реальная ставка процента, номинальная ставка процента, а в условиях бартера эта терминология вообще бессмысленна. Любая ставка процента может считаться реальной, потому что она выражается в неком товаре и одновременно номинальной, потому что любой товар может рассматриваться как денежная единица. Когда, я боюсь, что это было не понято слушателями, что значит множественность ставок процента в условиях бартерной экономики. Если я даю вам кредит, например, 100 килограмм стали, вы мне возвращаете обратно вместе с процентом 110 килограмм стали. А если я даю вам 100 килограмм зерна, вы мне возвращаете 120 килограмм зерна. Значит, и соответственно, это все вполне возможно. Но, значит, суть в том, что несмотря на то, что там вот в этой бартерной экономике могло существовать множество собственных ставок процента, то есть ставок процента, выраженных в том товаре, в котором был дал кредит. Тем не менее, если бы мы посмотрели с точки зрения ценности, все равно бы существовала единственная, естественная ставка процента. И это как бы то, что не сказал Харик, сказал за него Кейнс в общей теории. Он написал, что в бартерной экономике на самом деле все сводилось бы к единой ставке процента с учетом ожидаемой динамики ценности каждого товара. Например, вы знаете, что сталь через год резко поменяет ценность вниз, а хлеб наоборот повысит. Вы заложите это в ставке процента, выраженный в товарах. И в зависимости от издержек хранения. Харик этого не сказал, потому что я думаю, что ему в голову не могло прийти, Как вообще кто-то может предполагать, что в условиях бартерной экономики естественная ставка процента, она может размножаться и существовать. Естественно, рыночный арбитраж приведет к единой ставке процента. Представим себе, что есть отклонение, что действительно выгоднее дать кредит в терминах килограммах стали, чем в килограммах зерна. В этом случае начнутся рыночный арбитраж. Я буду брать, соответственно, более дешевый кредит в зерне и давать людям более дорогой кредит в стали. И в результате все сведется к равновесию. Все.